приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка с очень интересным бритвенным предметом почему я говорю именно предметом потому что это не т-образный станок не г-образный станок не опасная бритва не шаветка не комиссорий не прости господи электрическая бритва или пластиковая одноразка а что же в конверте а что в конверте мы узнаем с вами буквально через несколько секунд сейчас мы сделаем быстро посылки грязь грязь и все и все готовы и все полетела побежала и перед нами вот таким образом выскакивает коробка а в коробке уже кто догадался уже понятно коробка незатейливая глянцевая приятная на ощупь без каких-то других изысков или чего-то такого подобного почему у меня куда-то резкость всегда уходит так значит будем не сильно быстро перемещать по экрану называется это этот бритвенный предмет барбер рейзер то есть но видимо для барбершопа предназначенный и сейчас посмотрим что же у нас внутри только вот не вот зацепить хорошенько и сейчас уже все уже бритвоманы как я говорю акулы мастодонты влажного классического бритья догадались уже до того как я вытащил предмет из коробки осталось нам буквально освободить от целлофанового пакета и вот какая красота предстает перед нашими экранами перед нашими взорами а именно именно это если уж выражаться нашим языком да и как-то быть более политкорректным и сейчас секундочку и толерантным надо же все красиво чтобы было от пыли от шума очистим и покажем покрупнее если быть более политкорректным и толерантным то это у нас получается полукровка будем мягко выражаться полукровка кому-то нравится такое сравнение кому-то нет посмотрите красиво все блестит все в глянец все ручка и естественно уже те которые давным-давно наши товарищи во влажном классическом бритье в этой теме сразу скажут это розарин а вот и не розарин а вот и не италия и не итальянский а это вот так сказать копия реплика как многие сейчас выражаются в общем многие говорят подделка ну это кому как угодно но я скажу что вот типа копия но чем отличается сразу бросается в глаза это ручка конечно же ручка длиннее у розарины немножечко не такой формы у розари новского варианта вот такая насечка идет как будто вот резали пирог или тесто да и ручка длиннее естественно и нет вот такого вот набалдашник такого здоровенного да ну как бы пятки да на которую можно поставить при желании ну ху мы с вами этого делать не будем дабы не травмировать нашу бритву будем ее так называть бритву но это действительно это смесь шаветки и бритвенного станка потому как до шаветки не дотягивает том в плане что здесь у шаветки лезвия открытого типа то есть просто не защищено ни гарды ничем здесь немного защищено лезвие сейчас мы лезвие вставим с вами посмотрим что из этого получится и посмотрим конкретно по обработке пока на первый взгляд нет никаких претензий за исключением вот сейчас я немножечко буду ну вы понимаете добадываться может добадаться как пьяный до столба до любой в общем-то бритвенные вещи вот я сегодня в роли пьяного или столба буду выступать буду докапываться первое что бросается на такой на критический предмет на критику это неравномерность обработки я имею ввиду не самой бритвы а именно крепежного в общем-то элемента видите вот этот вот скажем винтик шпунтик и он не так выведен в глянец как все остальное у нас здесь на наших экранах он немножечко более такого притупленного планы и имеется какие-то небольшие вот такие вкрапления что-то вроде и не снега или каких-то небольших серебряных точек если вот будет видно я так вот прям близко покажу чтобы было понятно вот видите такие такие вот они как прям приятно это бликует я не могу а вот . немножко подкачали возможно возможно это сделано для того чтобы цеплялась и и не выпадала это этот элемент может быть посмотрим что у нас внутри внутри у нас опять неплохая обработка сейчас я еще немножечко протру потерпите секунду чтобы было все более-менее смотри бельно но уже на первый взгляд видно что обработка шикарная никаких тут нет ни зазубрин не вот никак я просто не могу это то ли клей то ли что-то убрать никаких не зазубрин все в глянец все в зеркало сами посмотрите вот ничего такого вот леденящего душу как мы называем брака нету все отлично все блестит все сверкает но вот винтик шпунтик немножечко подкачал здесь все понятно так теперь мы попробуем с вами установить лезвие посмотреть что же мы будем лицезреть вместе с этим предметом так видите штифты такие вроде как бы многообещающие ага говорю видите а сам убрал так вот таким образом ну тут ведь тоже две таких вот каких-то блямбы непонятных до монетки возможно это от литья возможно еще от чего-то другого возможно так и задумывалась пока не знаю будем разбираться кладем легким движением руки брюки превращаются закручиваем а подождите вот что я заметил секундочку заметил или показалось точно не могу понять но при установке мне показалось что лезвие гуляет а сейчас мы с вами рассмотрим это поближе то есть штифты заглатывают лезвие об сами посмотрите если я сейчас вот видите сюда гуляют сейчас чтобы было понятно и здесь гуляют то есть другими словами и вверх и сейчас погодите видите гуляет сюда и гуляет здесь немножко то есть нет такой плотности и здесь я смею предположить что будет но возможен неправильный ну вылет не вылет ну может немножечко неравномерно встать лезвие что мы сейчас в общем попробуем попробуем максимально аккуратно куда у меня максимально аккуратно закрутить чтобы было все по-честному по вот так а вот закрутили на ладони никуда лезвие не девался теперь посмотрим посмотрим что у нас вот видите стоит чуть-чуть на руке полежать и уже нет былого глянца мы его добьемся до обратно все немножко так это сразу запотевает ворсинки и так далее так ладно лирику в сторону и вот посмотрите сейчас видите вот вот что про что я говорил немного вот сейчас мы немножечко то резкость то резкость вот видите если будет заметно блики уйдут то немного неравномерно и если бы в принципе как вот у нас получается при такой ситуации если в бритвенном станке ушки выпирает мы просто вот таким образом берем за ушки да и вот так вот выравниваю здесь ушек нет и выровнять можно только ну я когда чем выравниваю когда вот таким вот пакетом да просто беру угол кому так вот когда зубочистка когда спичкой что придется в принципе выровнять это не проблема то есть но все равно косяк есть. Он в принципе небольшой, но для кого-то большой, для меня он небольшой. Я, в общем-то, это не так медленно это делаю, довольно-таки быстро все выравнивается, все это быстро исправляется, но все равно осадочек остается. Вот с этого края больше лезвия выглядывает, с этого меньше. Оно как бы в диагонали идет, знаете, как у косореза. Возможно, так и рассчитывалось, что это косорез, но про это ничего не написано, значит это все-таки небольшое упущение, небольшая недоработка, будем называть ее так, не будем называть браком, да. Но, и еще, что я хотел показать. То есть, здесь, конечно, тяжелая бритва сейчас. И что вот я еще хочу рассказать, то, что уже обращал на это внимание, еще хочу раз обратить. Многие, особенно сейчас шаветочниками, я не пойму, да, может быть и даже опасочники, они говорят, что сейчас, секунду, мы взвесим 50 1,8 грамма. Они говорят о чем? То, что чем легче шаветка, тем лучше. То есть, она вообще должна быть там 20 грамм, там 30, не больше там, по-моему, 30, что ли, 25, но это у кого как. Я скажу по личному опыту. Возможно, возможно, для человека, который бреет людей шаветкой, да, это кисть может устать за день, должен быть контроль, чтобы кисть была расслабленная, работа, как вы понимаете, кистью, да, ну как, предпочтительнее, да, когда бреем другого человека, да и себя тоже. Но вот у меня вот такой парадокс, вот такая вот происходит вещь, что мне чем тяжелее предмет, но имеется в виду не то, чтобы он там 15, 16, 20 килограмм, то есть, когда бритвенный станок, шаветка, я не знаю, комиссори, они тяжелые, мне удобнее бриться, мне спокойнее, мне более контролируемо происходит процесс. Как только я беру в руки предмет 20-15 грамм, всякие вот пластики, бакелиты такие, да, все, я уверенности, у меня уверенности нет, она куда-то исчезает и испаряется, вместе с этим весом, который весит данный предмет, я имею в виду легкий предмет, из пластика, вот. А когда тяжелый, наоборот, все прекрасно, все здорово, все, ну, просто отлично, и себя чувствуешь хорошо, и уверенность появляется, и даже если незнакомый предмет, все равно ты чувствуешь себя более расслабленно, скажем так. Это что я хотел сказать по поводу шаветок, или вот таких предметов такого типа. Кто-то говорит, что такие предметы, вот я еще покажу на таком, есть еще тоже турецкий зазор, похожий предмет, тоже похожий, все вот, в общем-то, единственное, что у зазора, да, сейчас, подождите, я открою, тут еще сразу так с кондачка-то быстро не сделаешь. Единственное, что у зазора другой механизм, вот, видите, он просто, он более простой, более простой, раз вынимаем, и все, да, вот. Сказал я, брюки превращаются, ну, в общем, сейчас мы это бы получалось, вот, просто снимаем, и все. Ставится лезвие, кому интересно, ну, для полного уже обзора, если тоже такого же типа, но он чуть легче, мне кажется, ручка длиннее, мне кажется, в этом плане удобнее. Перекосов с лезвиями нет. Штифты, они прям как влитые туда, вот, встает лезвие, и никуда не, оно не девается. Тоже легким движением руки, все это быстро превращается в бритвенный предмет. Вот, все, готово. Если видите, вообще никаких перекосов нет, никаких, ну, тоже вот только единственное, что залапывается, мне это не очень нравится. Все здорово. Ничего не болтается, но она вот на вид легче. Смещение в сторону головы здесь идет. Да, кстати, еще насчет веса, тоже весы уже убрал. Вот такое дело, то есть, ну, вот, по мне так вот, чем тяжелее, тем лучше. Я вот как-то не очень люблю эти разговоры, потому что вот шаветка должна, станок должен быть там легкий, шаветка должна быть легкой. Ну, насчет станка тут такое дело на любителя, а шаветка должна по определению быть легкой. Вот смотрите, 26 грамм, 151 с лишним. Хотя это длиннее и длиннее, и громощее, если можно сказать, и объемнее. Ну, мне вот, честно говоря, вот и на первый взгляд хотелось бы, чтобы ручка, ну, хотя бы такая же была, ну, или чуть-чуть подлиннее, вот, ну, на сантиметр, на полтора, для меня она вот как-то вот немножечко мелковата, мне кажется. Ну, это опять надо пробовать в бритье. Я думаю, что это мы устроим побыстрее. Надеюсь, не буду затягивать. Ну, вот такие вот размышления по поводу веса шаветки. А так красивый, красивейший предмет, что первый, что второй. Вот мне даже больше как-то вот к душе вот этот такой гибридный полукровочный элемент, да, нашего влажного классического бритья, нежели чем зазор. Ну, посмотрим. Опять, все это в бритье, а вот ручка витиеватая, мне очень нравится то, что она не гладкая, а вот именно есть такое рифление. Просто красиво, просто красиво, просто в зеркало блестит все. Если протереть и постараться не залапать, то кто вообще здорово будет. А если уж там на полку положил, так любуешься весь день. Ну, вы понимаете меня, кто там бритвоман, кто там любит всякое блестящее, красивое, не зеркальное, тот меня, конечно же, поймет. Ну, в общем-то, вроде и все. Да, можно, конечно, попробовать. Многие, знаете, пробуют на коленке, там на руке, на, я не знаю, на чем еще, на лысине, прости господи. Я считаю, что это все лишнее, что данными предметами нужно пользоваться только на лице. На лице, в бритвенных обзорах показывать. Потому что все вот эти вот бритье рук, коленок, ой, посмотрите, как бреет. Ну, лицо-то это совершенно другое. Так что люди ненормальные, люди невменяемые, которые показывают на коленках, там на руках, там на груди, не знаю, где еще. Вот. Так что посмотрим, вообще бреет ли она. Да, бреет здорово. Ну, во всяком случае, все махом смело. Как оно будет на лице, непонятно пока. А на этом у меня, братцы, все. Я желаю вам бриться от души, бриться для души и бриться с кайфом. До новых встреч!